МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщина приехала в Слоньем просить милостыню, но решила воспользоваться более быстрым способом заработка и обокрала дом. Спыльчивый сосед Гродницу не понравился шум из соседней квартиры, разбираться он пошел с топором. В Гродно КамАЗ оборвал троллейбусную сеть, авария произошла возле конечной остановки в районе Азота. Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас. В эфире выпуск криминальных новостей на телеканале Гродно+. Меня зовут Анна Соловей. Здравствуйте. По пути к белорусской границе задержали уроженца Гродницкой области. Мужчина пытался вывести молодых людей за границу для занятия проституцией в Москве. В ходе спецоперации с сотрудниками по противодействию торговли людьми был задержан 26-летний мужчина. Известно, что молодой человек около пяти лет проживал в городе Москве. С целью его вовлечения в занятия проституцией он знакомился с парнями в сети интернет. Некоторое время с ними переписывался. В ходе общения фигурант предлагал заработать деньги, оказывая услуги сексуального характера на территории Российской Федерации. Он обещал комфортные условия проживания, полную конфиденциальность, а также заработок в размере 1000 долларов США. После чего назначал встречи, на которые приезжал лично. Одна такая встреча произошла в Орше. Обрещане 19 и 21 года приехали познакомиться с потенциальным работодателем. Пообщавшись с мужчиной, они вместе сели в такси. Автомобиль позже остановили на трассе. Организатор задержан. Возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституции, сопряженной с вывозом граждан за рубеж. В Гродно разыскивают подозреваемого в краже велосипеда. 13 октября около трех часов дня подросток оставил непристегнутым велосипед за остановкой общественного транспорта по улице Держинского в Гродно. Через пять с половиной часов юноша вернулся к своему двухколесному другу, однако на месте его не обнаружил, заявил в милицию. В ходе проверки было установлено, что к краже велосипеда может быть причастен мужчина, которого вы видите на экране. На данный момент его личность устанавливается. Виновник смертельной аварии под Гродно приговорен к пяти годам лишения свободы. Суд Гродницкого района вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Авария случилась в августе этого года на дороге между агрогородками Адельск и Индуро. Мерседес вылетел в кювет и врезался в дерево. 44-летний пассажир, находившийся на заднем сидении авто, погиб. За рулем был 33-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее автовладелец был неоднократно судим, привлекался к ответственности за несоблюдение скоростного режима и за поездки в пьяном виде. Машина, к слову, также была без техосмотра. Суд Гродницкого района признал мужчину виновным. Ему назначены пять лет решения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Вспыльчивый сосед. Гродницу не понравился шум из соседней квартиры. Разбираться он пошел с топором. 66-летний мужчина трижды нанес удары по двери своего соседа. Ему не понравилось, что тот громко передвигал по квартире мебель. И пусть это происходило днем, и в будний день это его не волновало. Сначала пенсионер решил поговорить с 29-летним соседом, но ответ ему не понравился. Тогда пожилой мужчина вернулся уже с топором. В ответ молодой человек вызвал милицию. Действием пенсионера дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Под Слонимом пьяный мужчина проник в чужой дом и украл женское нижнее белье – 56 штук. Помимо этого, неработающий житель Слонимского района похитил 24 пары мужских спортивных носков и уличный светодиодный прожектор с датчиком движения. Общая сумма похищенного составила 140 белорусских рублей. Судей обвиняемый в вину признал и рассказал, что в ту ночь проник в дом через окно. Был сильно пьян. В доме обнаружил товар, который стал забирать. Взял первое, что попалось под руку. Суд признал мужчину виновным в совершении тайного похищения имущества, кражей. Назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два месяца. Кроме этого, к нему будет принято принудительное лечение от хронического алкоголизма. Обвиняемого оставили под стражей. Гродницкая таможня конфисковала у белоруса МС Лорен стоимостью в 280 тысяч евро. Возбуждено уголовное дело. Владелец дорогого автомобиля пытался уклониться от сбора таможенных платежей в крупном размере, а потому занизил стоимость транспортного средства в 14 раз. Легковые автомобили МС Лорен 2019 года выпуска ввозили на территорию Евразийского экономического союза из Литвы через пункт пропуска Привалка на Лафете. Перевозчик предоставил документы, согласно которым стоимость автомобиля составляла около 18 тысяч евро. Вместе с тем при проверке выяснилось, что реальная стоимость МС Лорена превышает 260 тысяч евро. Таким образом, возящий авто мужчина пытался уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму около 280 тысяч белорусских рублей. В отношении 43-летнего белоруса Гродницкой региональной таможни возбуждено уголовное дело. Под Слонимом сгорел дом, в пепле нашли фрагменты тела. 23 ноября слонимские спасатели получили сообщение о сгоревшем доме в деревне Малый Галик. Звонивший также рассказал, что там мог находиться человек. Привызшие к месту происшествия подразделения МЧС обнаружили тление останков деревянного дома. Выяснилось, что хозяйка 1942 года рождения находилась в гостях у дочери в другом населенном пункте, а в доме оставался сын 1970 года рождения. При проливке и разборке сгоревших строительных конструкций обнаружены фрагменты тела. Предположительно, мужчины. В результате пожара дом уничтожен полностью. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Женщина приехала в Слоним просить милостыню, но решила воспользоваться более быстрым способом заработка и обокрала дом. Жительница Слонимского района проникла в жилой дом и похитила кошелек с деньгами. Там находилось 2000 белорусских рублей и 100 долларов. Судья женщина рассказала, что приехала в Слоним просить милостыню. Зашла в один из дворов, окликнула хозяев, а потом зашла в дом. Двери не были заперты. В доме также окликнула хозяев, однако никто не отозвался. Решила пройти в комнату, где в шкафу обнаружила кошелек, который забрала и покинула дом. Часть денежных средств из кошелька Сельченко потратила на личные нужды. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Жительницу Слонимского района признали виновной. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год со срочкой исполнения назначенного наказания на один год. Судебные эксперты установили злоумышленника по сигарете и кепке. В Волковыске РУВД обратилась местная жительница, которая сообщила, что в ее автомобиль проник неизвестный и повредил имущество. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена сигарета и кепка, оставленная неизвестным лицом. Данные предметы были изъяты и направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродницкой области для проведения судебно-генетической экспертизы. В ходе исследования биологического материала на кепке и сигарете судебными экспертами установлены генетические характеристики лица, контактировавшего с данными предметами. При проверке по базе учета ДНК Государственного комитета судебных экспертиз установлено совпадение с ранее судимым жителем города Волковыска 1961 года рождения. Информация была незамедлительно направлена в правоохранительные органы. Сотрудниками милиции указанный мужчина был задержан. В Гродно КамАЗ оборвал троллейбусную сеть. Авария произошла возле конечной остановки в районе Азота. Водитель грузовика перевозил песчаногравийную смесь. По предварительной информации он плохо зафиксировал кузов, который на ходу поднялся. В результате аварии были повреждены контактные сети, снесен светофор. На место происшествия сразу отправили специалисты троллейбусного управления. На ликвидации аварии было задействовано три гидравлических подъемника. И в завершении выпуска к мировым новостям. 25 ноября в шахте Листвяжной о Кемеровской области произошло задымление. По предварительным данным погибли 52 человека, в том числе 6 спасателей. 67 пострадали, из них 39 попали в больницы. Эти люди отравились дымом. По официальной версии, в выработке произошло задымление. Шахтеры, бывшие на месте, говорят о взрывах. Эксперты предполагают, что их причиной могли стать метан и угольная пыль. На этом у меня все. В студии для вас работала Анна Соловей. Берегите себя для тех, кому вы дороги. Анна Соловей. Субтитры создавал DimaTorzok